В этот клуб не может вступить ни одна женщина. В его уставе нет ни одного пункта, который бы осудили феминистки. Просто главный атрибут клуба усачей – это роскошные, длинные, подкрученные кверху усы. В 2002 году бельгийц Вилли Дюпон основал Евромустаж. Географически в него входят представители стран, в галереях которых со старинных портретов традиционно смотрят на зрителя обладателей больших усов – Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии. Для России даже после Бродобрея Петра Первого – борода мужской атрибуты респектабельности. Говоря о Бельгии, нельзя не вспомнить главного усача, знаменитого сыщика Эркуля Пааро. Именно он – обладатель типично бельгийского фасона усов. Самые популярные в мире усы – английский, венгерский, императорский, а-ля Сарвальдор Дали, мушкетерский, китайский и многие другие. Крестным отцом клуб считает итальянца Джина, хозяина кафе-ресторана «Италия-90» по адресу Брэй де ла Страд, в двух шагах от центральной станции Антверпена. Это уютное заведение стало штаб-квартирой Евро-Усачи. Джина и его жена Рита успевают уделить внимание каждому члену клуба. 23 марта здесь состоялся торжественный прием члены клуба нового европейского усача – голландца Дэвида Смит. В городской рату Санкт-Верпена у клуба Усачи есть поклонник. Советник по спорту Люда ван Кампенхау. Он вручил специальный приз на члену Евро-Усачи. Еще одна внешняя деталь – все усачи носят шляпы-канатье. Они, как орденская лента, несут на себе награды, полученные их носителями. Радио Рубин связывает с клубом «Дружба» пока длиной в год. Как не улыбнуться этим добродушным, веселым, оптимистичным усачам? Между носом и губами Есть участок с волосами Если вы уже лысы, вас тогда спасут усы Носи усы, носи усы Носи усы, носи усы, носи усы, носи несы